Друзья, всем привет! Это Павел Игнатенко, Экоколесо. Сегодня мы приехали в город Нанжинг, на завод Суперсоко. Пригласили нас на производство, поскольку мы являемся эксклюзивным дилером в России. И сегодня будем принимать нашу первую партию. Скоро она появится в России. Так что следите за новостями, подписывайтесь на наш канал. Здесь будет много всего интересного об этой компании, о технике, продукции. И ждите в России продукцию Суперсоко. Всем большой привет! Это Суперсоко, склад готовой продукции. Упаковка. Друзья, обратите внимание, как происходит упаковка. То есть мотоцикл едет в таком каркасе, что в принципе достаточно безопасно для транспортировки мотоцикла. Он не повреждается. Переднее колесо снято. Вы видите, оно будет отдельно прикреплено. Вот сейчас его как раз несет. И дальше упаковывается вот в такую коробку. Как вы знаете, Суперсоко известна на весь мир компания. Уже очень много представлено продукции в Европе. Сейчас они проходят сертификацию в Америку. В Америке будет тоже очень много дилеров продавать эту продукцию. Ну и вот Россия, в принципе, не отстает от всего мира. И мы будем способствовать продвижению этой техники в России. Друзья, вот так выглядит цех по производству Суперсоко. Точнее, отдельных деталей. Вот вы видите здесь склад готовой продукции. Из всего этого идет сборка готовых изделий. Сейчас будем вам показывать все, что здесь происходит. Поехали. Дальше. Друзья, я нахожусь в тестовой зоне завода Суперсоко. Вот здесь у нас горка 10 градусов, там 15. Я уже попробовал некоторые модели. Тут, к сожалению, не все можно снимать. Потому что все-таки есть определенные секреты у компании от всех конкурентов. Но, тем не менее, мне удалось взять вот новую модель Суперсоко TC Max. И сейчас я вам немножко расскажу о ней. Она еще полностью не собрана. То есть я буквально выдернул его из производства. Потому что в наличии готовых моделей сейчас не было. Это очень такая горячая модель. Она появилась в конце прошлого года. В Милане была презентация на выставке. И сейчас огромный спрос на нее. Производство расписано буквально на полгода вперед. И, в общем-то, мне удалось сейчас взять одну модель. И я вам сейчас подробно немножко о ней расскажу. То есть есть элементы, которые на ней еще даже не закреплены. Она без аккумулятора. Мы его выкатили просто вам визуально сделать первое впечатление. Более подробный обзор у нас будет уже в Новосибирске. Когда мы получим нашу первую партию. Мы уже ждем ее. И сейчас, возможно, этот байк, кстати, к нам и поедет. То есть точно пока нам не сказали, какие именно. Но сейчас будем смотреть, проверять. Итак, друзья, знакомьтесь. Это TC Max 3000 ватт мотор. Обратите внимание, центральный мотор. Цепной привод идет на заднее колесо. Точнее даже не цепь, а ременной привод. Ремень. А вот. Пики дает 5000 ватт мотор. Выглядит, в принципе, очень-очень привлекательно. Обратите внимание, длинное заднее крыло. Переднее крыло тоже достаточно длинное. То есть с точки зрения защиты от грязи у вас от влаги проблем не будет. Никаких задние поворотники, стоп-сигнал, место для номера. Но вы знаете, что в России регистрация до 4 кВт не нужна. Поэтому, в принципе, это не очень актуально. Вы видите, вот так вот выглядит дисплей. Сейчас включить его, к сожалению, я не смогу, потому что нет внутри батареи. Но, тем не менее, хотя бы визуально я вам покажу. Вот так выглядит мотоцикл электрический спереди. Значит, батарея у него идет 72 вольта на 45 ампер-часов. Порядка 110 километров запас хода. И скорость тоже в районе 100 километров в час. Вес порядка 80 килограмм. Вот, вы видите, что здесь еще не закреплена одна часть. В прямом смысле я его взял прямо с конвейера, с производства. Нагрузка 150 килограмм максимальная у этой модели. Значит, как открывается каким-то образом. Вот здесь сейчас я... А, окей, там ключ есть. Ключом вы открываете, и, соответственно, у вас здесь отсек для батареи. То есть вы достаете батарею, к ней подключается вот такой вот коннектор. И, соответственно, батарею вы можете заряжать дома или где-то отдельно. Вы можете менять батарею, да? Вы можете заказать дополнительную батарею. Откатались на одной, поставили вторую и продолжаете движение. Очень удобно. То есть, в принципе, аналогов этому мотоциклу особо нет на рынке. И вы видите, что выглядит он очень даже достойно. Вот сейчас я вам приподниму сидушку, чтобы вы посмотрели, как это все выглядит. Очень удобная, мягкая. И два человека спокойненько здесь могут поместиться. Друзья, тестирую CU-X модель. Друзья, модель Super Soco CU. Эта модель, вы видите, здесь написано двоечка. Это для китайского рынка. А вот нам привезли CU-X для рынка Европы и, соответственно, России. Сейчас мы сделаем обзор на него. Скутер для европейского рынка. Так называемая полная комплектация. То есть, там мотор идет 1300 Вт. Вошь. И он гораздо мощнее, нежели версия для Китая. Значит, здесь, смотрите, съемная батарея. 60 Вольт на 30 Ампер-часов. Есть место для зарядного устройства. Или что-то положить. Можно туда... Сейчас мы его тоже протестируем. Силу X. Видите, сзади амортизация. Мотор в колесе здесь идет. То есть, прямого привода. Бош. Сейчас я вам покажу. А вот сейчас вы про... Вот, да, вы можете видеть. Бош. Скорость максимальная порядка 50. Даже 60 километров. Нам рассказывают про отличия китайского. Ага. Да-да-да. Здесь сделаны подножки. А на китайском там педали. Но это от законодательства зависит. Вот. Значит, смотрите. Камера фронтальная. Здесь есть. Вот она здесь. Есть приложение. Это камера, да? Камера. Да. Это не камера. А, это литая? Да. В общем, в России они не хотят использовать камеры, но я думаю, что мы обсудим этот вопрос. Вы видите диски передние. То есть, не спицы, а литые диски. Запас хода порядка 50-60 километров у этой версии. Вот. Также 150 килограмм может вести на себе. И разные цвета доступны. Красный, серый, белый есть. Я думаю, что все цвета будут представлены на нашем сайте. Опять же, мы будем изучать спрос. И после этого вам расскажем. Ага. Здесь алюминиевая карьера. Алюминиевая так. И рефлектор здесь. Ага. Рефлектор сзади стоит, видите? Здесь стиль. На китайском стоит просто металл. И рефлектор сзади. А стоп-брейк... Стоп-брейк здесь, да? Стоп-брейк. Это... Подсветка под номер. И, соответственно, здесь немножко, в общем, изменено. Такой вот скутер. Такой наш беговый быстрый обзорчик на заводе Суперсоко. Здесь собирают, вы видите, на заднем плане много всяких изделий. В том числе новые модели, которые еще не представлены, не анонсированы в мире. Они там стоят. Для китайского рынка производятся. Но, в принципе, скорее всего, они будут и поставляться на рынок России. О них мы расскажем позже, пока о них говорить нельзя. Но вот я вам немножко заснял информацию, скажем так, на заднем плане. К сожалению, производство снимать нельзя. Поэтому мы можем только сказать, что, в принципе, все выглядит очень круто. Очень много запчастей они делают сами, в том числе раму. И это, в принципе, вызывает такое большое доверие, потому что уровень качества на заводе проверки качества стоит на высоком уровне. То есть все проверяется досконально. Тестируется каждый образец. И это внушает доверие. Друзья, я прокатился сейчас на версии с мотором Bosch CUX. Вот по этим подъемам 15 градусов, 10 градусов. В принципе, я вешу порядка 104 килограмма сейчас. И тяга бодрая очень. То есть я думаю, что он спокойно завезет двух человек без проблем в горку. Поэтому, конечно же, мы будем поставлять в Россию версии с мотором 1300 ватт в Bosch мотор. Потому что он все-таки более премистый. И тяга у него очень такая мощная. То есть что, в принципе, какой русский не любит быстрой езды, да? Поэтому мы будем делать именно в таком ключе. Заказывать 1300 ватт. Он нам понравился больше. Друзья, смотрите, это готовая рама. Готовое к производству. Вот так вот они хранятся на разные модели. Соответственно... Вот так вот идет подготовка к сборке. Друзья, чтобы вы понимали, да, объем производства. Это вот коробки под новую модель TC Max. И вот количество коробок. Вы просто можете посмотреть, какое здесь... Причем все коробки, это не с запасом. Они все производятся под определенные заказы. То есть сейчас, допустим, порядка четырех контейнеров. Это около там где-то штук 200, наверное, уходит во Францию. И это все идет не с запасом, то есть складируется, да? А непосредственно под определенные заказы. То есть под определенные цели. Вот вы видите модели TS, SEUL, TC. А нет, это TS. А TC здесь не представлены. Но, в общем-то, обзоры есть на нашем YouTube-канале. Так что вы можете там посмотреть. И скоро будет много всяких обзоров на каждую модель, тесты. Следите за новостями. Вот так выглядит склад готовой продукции. Вы видите, здесь огромное количество. В принципе, это только один из складов. Их здесь несколько. И сейчас планируется расширение. То есть здесь будет огромное количество свободного пространства. Вы на заднем плане видите, стоят разные модели, которые готовят к отгрузке. Это эко-колесо. Сегодня мы снимаем для вас обзор завода Суперсоко. В принципе, обзор всех моделей скоро будет на нашем канале. Присоединяйтесь к нашим подписчикам. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Здесь много всего интересного. Суперсоко, я больше чем уверен, что ждет огромный успех в России. Потому что очень качественная продукция. Компания Ксиоми инвестировала деньги в это производство, в эту компанию. И уже на данный момент они присутствуют практически во всех странах мира. И теперь в том числе и в России. Мы будем заниматься дистрибьюцией и поставкой во все города России. То есть вы можете быть уверены в качестве, в гарантии, в гарантийном, послегарантийном обслуживании. И, соответственно, будем рады видеть вас в числе наших клиентов. Всем отличного настроения. Это Павел Игнатенко, компания Эко-Колесо. Всем большой привет. Нанчжин, Китай. Апрель 2019 года. Такой вот получился обзор. Визит очень, в принципе, мне понравился. Завод произвел очень положительное впечатление. Все по-европейски. Чисто, качественно. Контроль всей продукции на каждом этапе. В принципе, очень я доволен увиденным. Надеюсь, что вам тоже понравится продукция Супер Сокол. Всем большой привет. Счастливо. Счастливо. Продолжение следует. Счастливо.